Доброго здоровья вам всем в Украине! Приветствую всех наших друзей с Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, которые смотрят нас и которыми я часто обращаюсь с тем, чтобы собрать травы, те, которые растут, например, в посевах Казахстана, это толстоплотная сафора, за которой ездим и другие травы, которые растут на ваших территориях, в ваших странах. Сегодня я хочу рассказать вам о любимом дереве всеми народами мира, где только растет рябина. Рябина – ключ к долголетию, надежный защитник от разных недуг и проверенный помощник в борьбе с инфекционными заболеваниями. Все о полезных свойствах этой бесценной ягоды расскажет президент общества природолечения «Зеленая планета» Наталья Земная. Рябина – она сама поливитаминное средство, поливитаминная ягода. Сколько же здесь витаминов? Вы же видите, тут каротин, он аж поет. Она иногда бывает сильнее и больше каротина имеется в ней, чем в каком-то сорте моркови. Каротин тут в соединении с витамином С. Здесь витамины группы В, здесь витамины ПП. И очень много, много минеральных веществ, микроэлементов, макроэлементов, кислот. Все то, без чего не может человек быть здоровый. Здесь микроэлементы и калий, и фосфор, и железо, и марганец, вы же видите, и цинк, и йод, бром, молибден. Все здесь есть. Детям, когда дают рябину, они хорошо кушают, аппетит нормальный, работает хорошо желудок. Секреторная деятельность желудка восстанавливается. Кислотность нормализуется, если она понижена, если желудок атоничный у ребенка или взрослого человека. И работает плохо. Рябина помогает. Ну, а еще главнее, конечно, то, что рябина очень хорошо влияет на печень. Когда в печени есть липиды, то есть, когда сказали, что у человека жировая печень, или начинаются там отложения каких-то жиров, рябина уберет их. Все липиды уберет с печени. И печень работает хорошо. Также она убирает холестерин из сосудов. А если еще и холестерин убирает, представьте себе, как хорошо работают сосуды. Как уходит атеросклероз. Нет шума в голове, не болит голова. Рябина является настоящим спасением во время осеннего периода, когда обостряются хронические заболевания. Наталья Земная добавляет, особенно стоит обратить на нее внимание женщинам среднего возраста. Когда у женщин переходной климактерический период, болит голова, повышается давление, нервозность сильная, мы же знаем, что в рябине есть бром. Когда плохо работает щитовидная железа и нервы на пределе, очень чувствительные, мы знаем, что в рябине есть йод, йод и бром, и молибден. Нервная система успокаивается, когда мы употребляем рябину. И если у женщин кровотечения сильные, две столовых ложки ягод рябины на пол-литра кипятка, залили кипятком, настаиваем, пока остынет час, а потом употребляем этот настой на протяжении дня. Кровотечение прекращается, успокаивается нервная система, нормализуется давление. Дорогие женщины, те, которые следят за своей фигурой, те, кто хочет похудеть, иногда, да и не иногда, а очень часто вы садитесь на какие-то диеты. На голодную диету стараетесь немножко поубавить вес, который есть, может быть, даже другой раз и лишний. На такой голодной диете бывает так хочется кушать. Терпеть нельзя. Для того, чтобы было такое терпение, для того, чтобы снять вот это вот ощущение голода, вы берете порошок из сухой рябины и употребляете его. Пол чайной ложки взяли в рот, запили теплой водой. И иногда можно даже подсолодить медом. Рябина, в которой имеется много витамина С, она очень любит помогать организму, обеспечивать его витамином С. Поэтому можно брать отвары шиповника. Можно делать настой. Рябины столовая ложка и столовая ложка шиповника. А на партес одинаково. Они очень и очень помогут вашим детям не болеть. И взрослым людям тоже ходить нормально. Не будут болеть суставы. Ревматизм, тот, который у вас дремал, был хроническим, уйдет. Рябина поможет. Рябину рекомендуют употреблять и тем, кто имеет хронические проблемы со зрением или же перенес сложную операцию на глаза. Десять ягод дать ребенку в день. Десять ягод. Вот такая веточка. Для ребенка улучшает зрение. Для взрослого человека, особенно тем людям, у которых была операция на катаракту, видно была травма головы и возникла катаракта или глаза. После такой операции часто бывает повышается внутриглазное давление. Возникает начальная стадия глаукомы. Вот тут вам тоже поможет рябина. Она не допустит, чтобы пострадало ваше зрение, а потом наступила слепота. Рябина этого не допустит. Она поможет вам ликвидировать глаукому, нормализовать сетчатку глаз, потому что она очень хорошо действует на сосуды, делает их эластичными и налаживает кровообращение. Для того, чтобы рябина не сгущала кровь, потому что вы знаете, что она очень помогает при кровотечениях, она делает консистенцию крови нормальной, но для того, чтобы не травмировалась кровь, надо сорбиновую и парасорбиновую кислоту убрать. А как ей убрать? Она убирается, если рябина заваривается, или же, когда она высыхает. Самое простое целебное вещество из рябины – это когда взять ее ягоды. Ягоды эти высушить, и когда же они высохнут, эти ягоды, их надо помолоть на кофемолке. И вот этот порошок из сухих ягод красной нашей целебной рябины, добавлять в чай хотя бы полчайную ложку. Чай от этого только выиграет. Он душистый, он приятный, он имеет такой вот какой-то пикантный, приятный вкус, что просто никто не сможет отказаться. Кроме того, порошок из рябины вы можете добавлять до салатов фруктовых, овощных, ягодных. А еще добавляйте в каши. Если вы кушаете кашу, обязательно добавьте туда полчайной ложки рябины. Готовить рябину для того, чтобы иметь настой, очень просто. Мы берем столовую ложку помытых плодов рябины, кладем в стакан и заливаем кипятком. Закрываем салфеткой и настаиваем 4 часа. А потом можем принимать по четверти стакана. Детям можно давать по столовой ложке. Одним словом, если вы принимаете такой настой рябины, у вас очень многие болезни отступят, потому что рябина повышает энергию человека, и она ее сохраняет, делает организм недоступен до болезней. То есть сопротивляемость организма повышается у тех людей, которые принимают настой рябины. Если вы хотите получить весь спектр витаминов и полезных веществ, которые есть в рябине, Наталья Земная советует не терять времени и собрать плоды после того, как температура воздуха опустится ниже нуля. Рябину собирают тогда, когда уже поцеловал ее мороз. Первый приморозок, первый заморозок. Поцеловал рябин. После этого она встает не такой кислой, потому что почти исчезает яблочная кислота, не такой терпкой, не такой горькой, потому что дубильные вещества тоже почти уходят. Яблочная кислота. И сахароза, которая имеется в рябине, она раскладывается на глюкозу и на фруктозу. Это то, что надо человеку. И она сладкая, она приятная, она целебная. В «Зеленой планете» Натальи Земной представлены более 150 запатентованных фитокомпозиций, которые состоят исключительно из натуральных компонентов. Сотрудники общества сами выезжают на сборы трав и привозят их из самых чистых районов. Для каждого пациента Наталья Земная по авторскому рецепту составляет уникальные природные препараты. Заказать и получить консультацию можно по телефону. Желаю вам здоровья крепкого, тепла от природы, добра от людей и Божьей вам благодати. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин